В прошлом году мы не просто так занимались регулярными выражениями и вообще обработкой текстов как такового. Частично это уже упоминалось, а частично мы могли это увидеть просто на практике. Большая часть информации, которая нам доступна из операционной системы, приходит сразу в двух видах, в двух апостасях. С одной стороны, мы можем добыть эту информацию с помощью системных вызовов и, соответственно, написать какую-то программу, которая уходит и пользуется функциями ядра. Ну, там, с помощью обертки сишной библиотеки, но тем не менее. Значит, мы можем написать программу, которая пользуется функцией ядра лимус. А можем добыть эту информацию в текстовом виде для того, чтобы поглядеть на нее, ну, глазами, да, то есть вот прочитать ее, как люди, которым интересно эту информацию читать. Вот. Это проявляется довольно во многих местах. В первую очередь, мы это видели, когда осваивали командный интерфейс, интерфейс командной строки, и там все команды обмениваются друг с другом и с пользователем, и друг с другом текстами, да, через, допустим, pipeline, через подстановку, через что-то такое. Вот. Во-вторых, мы так мельком заглянули в файловые системы, которые называются sys и proc, да, proc, еще dev, по-моему, отчасти, отчасти. В файл-системе dev очень много устройств специального вида, но иногда там бывают тоже всякие интересные штуки. Вот. Так вот, пресловутый прос — это вообще не файл-система, а представленная в виде дерева каталогов, в которых лежат текстовые файлы. Информация о запущенных процессах системы. Идея состоит как раз в том, чтобы как можно больше информации и данных, которые мы собираемся использовать, представить в виде текстовых файлов. Либо просто хранить в текстовом файле, либо представлять в виде текстового файла, как это делается в том же proc или в том же sys. Посмотрим в какой-нибудь sys. Нет, лучше не бас, а класс, что ли. Во. А, Power Supply. Во. Вот, например, так. А, это не то, это не батарейка, вот вторая батарейка. Во. Вот, например, дерево каталогов, соответствующих представлению операционной системы о том, какие аккумуляторы подключены к этому ноутбуку. Он один, у него есть тип батарейки, у него есть capacity, у него есть voltage, ну и так дальше, и так дальше. Все это, разумеется, текстовые файлы, как показывает команда cat. Вот, вот, вот такая часть. Но на самом деле, на самом деле этот принцип более глобальный. В том смысле, что мы вообще стремимся, когда организуем операционную систему по принципу вот такому, условно говоря, unix-овому, мы вообще стремимся как можно больше значащей информации тоже представлять в виде текстовых файлов. То есть, останется только, как я говорил в прошлом году, вот, в лекции осеннего семестра прошлогоднего, останется только аккуратно вот этот вот текстовый профиль системы, аккуратно описать разнообразными утилитами, которые решают задачи, ну, подзадачи, связанные с, там, выведением системы в штатное состояние, выполнение каких-то команд, и запустить в фоне несколько процессов, которые будут, собственно, компонентами нашей операционной системы, они называются демоны, да. И у нас уже получится полноценная операционная система, вот, там, 50-40 лет назад она была вообще революционной, вот, именно за счет того, что склеилось из простых компонентов. Ну, и по сейчас, в общем, большая часть этой идеологии вполне себе выполняет свою роль. Таким образом, у нас вот этот вот прием «все есть файл» и любой файл, как по возможности, должен быть текстовым, опирается на необходимость человеку этот файл анализировать. Понятно, что если у нас с файлом работает только программа, то, наверное, ей удобнее, чтобы он был там, не знаю, состоял из каких-то, чтобы это была база данных, в конце концов. Вот. А вот если человеку это читать, вот, то, конечно, гораздо интереснее, чтобы все было текстовым и понятно. Тут возникает такой термин «human readable», да, формат, пригодный для чтения человека. Вот. Тут даже интереснее. Если у нас даже по какой-то причине, там, ну, например, потому, что сетевые операции невозможно представить в виде файлов потоков, они асинхронные, по какой-то причине нечто не представляет собой текстового файла, у нас в операционной системе довольно много инструментов превратить поток данных или поток управления из вот такого, ну, не текстового, не файла, в текстовый поток, то есть в текстовый файл, там, в текстовый стадиал. Ну, какой-нибудь типичный пример — это управление сетью, да, значит, у нас есть внешние устройства, которые отвечают за сеть, у нас есть их настройки, эти настройки явно, вот, текущие настройки явно где-то, наверное, лежат, я не знаю, наверняка есть какой-нибудь DevEthernet. Вот, вот, только Sys. Но, честно говоря, я их не знаю, даже не буду искать. То есть более традиционным, в силу вот такой нефайловой специфики понятия сетевого интерфейса, более традиционным является запуск команды, который выдает всю нужную информацию в текстовом виде. Вот это у нас, это какой уровень? Интерфейсный, да. Это уровень интерфейсного, эти самые данные, а вот это вот уровень сетевой, да. Ну, кстати, более низкого уровня данные тоже показываются, но еще показываются, скажем, IP-адресы. Мало того, что эта утилита IP информационная, она же и управляющая. Это выходит сейчас за рамки нашего рассмотрения, потому что мы занимаемся, ну, вот таким, околопользовательским Linux-ом. Но с помощью той же самой утилиты IP можно менять конфигурацию системы и можно настраивать, и, собственно, они настраиваются с сетевыми интерфейсами. Я, может быть, покажу, если успеем, как это связано с темой вот текстовости всего, о которой мы говорим сегодня. Более того, в большинстве случаев, но не во всех, вот такая выдача текстовая, она в достаточной степени стандартизованная, чтобы потом можно было ее как-то обработать с помощью чего? Да с помощью тех самых инструментов обработки текста, о которых мы говорили в прошлый раз. Да, ну, там, grep или даже set. Ну, давайте такую команду, которая вот точно может быть... Сейчас, 0, 9... Интерфейсов может быть много, тогда будем set-e сделать. Плюс Двоеточие П Ты дышь? А я могу сказать вот так? Нет, не могу. Вот, смотрите. Что я написал? Я написал регулярное выражение. Я запустил set в режиме минус e, это значит extended regexpo, то есть вот этот плюсик, нормальный повторитель. И в режиме минус n, что означает не выводить на экран те строчки, которые явно не сказано, что их надо выводить. Таким образом, эта команда означает выводить на экран, выводить на стандартный вывод, прошу прощения, все строчки, которые соответствуют этому регулярному выражению. А это регулярное выражение мы в прошлый раз и разбирали, да? Начало строки, последовательность цифр и двоеточие в конце. Вот из всего этой выдачи, из всей этой выдачи мы выбрали только вот это. Теперь мы можем, например, продолжить дальше, написать что-нибудь типа такого. search, ну, допустим, что-нибудь такое, точка-звездочка, запятая, точка-звездочка, ап, точка-звездочка. Здесь это отметим. Вот так сделаем. И, значит, заменим на так. Ип, естественно. О, только надо еще имя интерфейса было оставить. Хорошо. Не двоеточие, звездочка, двоеточие, не двоеточие, звездочка, двоеточие. Вот. И вот это заметить. Обратите внимание, я пишу регулярные выражения почти не задумываясь. Вот. А вот читать их уже потом вот. А вот читать их уже потом довольно неудобно, не имея практики. Вот. Но, тем не менее, это вот вполне себе регулярное выражение, которое означает буквально следующее. Можно, кстати, сделать не так. Можно это убрать, потому что в режиме минус n оно... Ну вот, выводится только результат этой подстановки, а все остальное не выводится. Вот смотрите. Последовательность не двоеточие, двоеточие. Дальше последовательность не двоеточие, двоеточие. Дальше любая последовательность, запятая. Дальше любая последовательность, подчеркивание, ап. Скобка закрывается. И угловая, и дальше все остальное. Значит, мы запоминаем название интерфейса с пробелом, потому что все, что идет после двоеточия, включая вот этот пробел, мы запомнили, вот это, да, и мы запоминаем состояние подчеркивания, а, кстати, тут, наверное, надо было подчеркивание убрать, и тогда у нас и третий интерфейс здесь появится. Ну, вот как-то так. Вот, как вы понимаете, это был пример, который, ну, просто пришел в голову, а в принципе любое, сколь угодно умное, лишь бы не слишком развесистое, не слишком толстое в плане объема логики, любое умное управление вашей системой может происходить вот ровно таким образом. Вы вынимаете текстную информацию из того, как она устроена, анализируете ее, формируете новую текстную информацию, записываете обратно. Я не помню, я рассказывал про ключик минус и в гнусе, ин-плейс редактирование, когда мы берем и просто не входной поток данных превращаем в выходной, а прямо вот имеющийся файл обрабатываем и меняем в нем какие-то значения на какие-то другие значения. Вот, ну, давайте, чтобы было понятно. Рассказывал? Нет. Вот одни говорят нет, другие да. Да, значит, если... У них даже файлы стирались. Стирались. А что это они стирались? А они отъявлены? Нет, не было, значит. Значит, вот смотрите. Стерч. Правильно. Вот мне кажется, что не было, а Михаил просто вспоминает какую-то другую итерацию. Значит, идея в чем? Если мы хотим отредактировать содержимое файла O, мы не можем написать вот так вот. Вот, там, sed, search, не знаю, 1 на Q. Вот. Почему? Потому что первым делом этот файл откроется на запись и очистится. Вот эта операция приведет к тому, что файл O будет нулевой длины. Упс. Вот. Поэтому мы должны либо выводить в другой файл, потом переименовывать, либо в современном сети появился ключик минус in place, вот, который... Нет, сначала надо вернуть туда. Вернуть туда вот это. В современном сети появился ключик минус in place, который позволяет отредактировать файл на месте. Можно даже сказать ему... Вот. И тогда он... Тогда у нас отложится файл .o.back. Вот. Значит, таким образом, соблюдая этот принцип, мы можем свести обработку системной текстовой информации к анализу человеком, если она human readable, да, и обработка ее всякими штуками, типа этого самого седа минус in или чем-то еще. А можно даже генерат написать, да, то есть вот из каких-то наших соображений, анализируя одни данные, мы генерируем некий текстовый файл, который будет являться там поводом для запуска других случаев. Вот. На самом деле у этого принципа есть еще один более строгий извод, который называется human writable. По-моему, это я сам придумал. Если нет, то это носилось в воздухе. Идея состоит в том, что вот такой текстовый файл, если это, допустим, файл настройки наших программ, то он должен быть еще и достаточно разумно организован, чтобы его мог человек написать с нуля. Это довольно важно. То есть вы садитесь, у вас в одном окошке документация, в другом окошке текстовый редактор, и вы сообразно этой документацией в текстовом редакторе пишете настроечный файл. Вот. Значит, он должен быть размером не мегабайт, да, потому что текстовый файл размером с мегабайт, он для чтения, но не для создания. Вы никогда не напишите текстовый файл размером с мегабайт, ну, осмысленный. Вот. Где все эти текстовые файлы хранятся? Давайте мы вспомним, что у нас есть ключик минус А, который показывает, от слова all, показывает так называемые все файлы. И когда этот ключик мы используем в нашей команде, выясняется, что у нас куча-куча в домашнем каталоге, куча файлов, которые начинаются на точку. Тут все, конечно, изрядно, как это сказать, завалено всякой ерундой, вот, но даже в самом, в самом, да греб же. Ну вот, тут тоже, кстати, завалено ерундой, какая жалость. А где не завалено? Хорошо, давайте попробуем еще в одном месте. Вот здесь, может быть, не завалено, я здесь мало работал. Ну, конечно. Ну, вот, кстати, пока мы тут, пока я тут занимаюсь непонятно чем, я сейчас беру и редактирую явно чей-то конфигурационный файл. Это конфигурационный файл утилиты Secure Shell, который позволяет получить терминальный доступ по сети к компьютеру. Идея стоит в том, что с тех пор, как я последний раз пользовался этой утилитой для доступа к этому же компьютеру, ключ поменялся, я переустанил здесь систему, а домашний каталог остался тоньше. Вот. Ну, мне там выдается всякое предупреждение, что если ключ поменялся, а вы об этом не знаете, то, скорее всего, это очень плохо, вам его подложили, траливали, ну, я знаю, что нам не подложили. Вот. Так вот, файл, который содержит все ключи хостов, на которые мы заходили, текстовый, и для того, чтобы мне его поправить, ну, например, удалить устаревший ключ, мне нужно всего лишь его отредактировать текстовым редактором. Вот. Что, собственно, я и сделал, теперь у нас будет, теперь у нас у нас спросит, да. Да что, не то. Так это же файл, который мой собственный. Это всего лишь списки тех, списки открытых ключей тех хостов, на которые я заходил. Вот. Тут как раз ничего. Интересно. Тут вообще есть Джордж? Тут есть Джордж. Интересно, какой у него пароль? Не такой. И не такой. Похоже, никакого у него пароля. А, какая жалость. Хорошо. Кто сказал, что без судо? Сейчас будет судо. Что-то я сегодня не в духе. О. Ага, его таки нету. Home есть, а пользователя нет. После установки системы такого пользователя не было. Ну вот, смотрите. Даже, даже у... Да-да-да, даже у суперпользователя, видите, у него ничего нет. Ой, это, по-моему, пароль. Пароль. Интересно, что это за пароль. И... Кого я пропалил, интересно, не узнаете. Это явно пароль. Вот. Надеюсь, не местный. Значит, так вот, видите, у нас вообще ничего нету здесь. А вот как бы не так. Даже у суперпользователя в домашнем каталоге есть некоторое количество конфигурационных файлов. Ну, или не так, файлов, которые начинаются на точку, которые что-то значат. Файлы, которые начинаются на точку, традиционно считаются скрытыми. Это всего лишь считаются. Да, они ничем не отличаются от файлов, которые не начинаются на точку, за исключением того, что в шелле, в самом шелле, да, и в командах, которые работают со списками файлов, считается, что если не сказано иное, файлы, которые начинаются на точку, просто не учитываются. Когда мы говорим звездочка, да, файл, который начинается на точку, не включается в этот шаблон. А вот если мы ее явно скажем, они включатся в этот шаблон. Вот. Надо проверить, не мой ли это пароль. Вот. Значит, да. Ну вот здесь, кстати, я вижу в основном, в основном, нет, не только. Не только. Да. Значит, у обычного пользователя таких файлов, начинающихся на точку, будет гораздо больше. Вот. Потому что в этом месте, в таком виде складываются настроечные файлы от всех приложений, ну, не от всех, от многих приложений, которые пользователи запускают. Начиная от самых банальных вещей, типа, ну, вот у вас есть программа какая-то, и она где-то хранит конфиги, вот ваши, которые вы ее настроили, этот конфиг где-то хранится. Он хранится в файле, точка там, имя программы. Ну, давайте посмотрим, что тут есть. Ну, вот, например. Например, есть файл под названием LP Options, который содержит настройки принтера для каких-то пользовательских интерфейсов к принтеру. Мне кажется, для GTK-шных. Вот я не могу... Я не думаю, что есть на этот счет документация. Есть. Во. Есть даже целая команда, которая это делает. А, даже нет, даже не GTK-шных, это настройки подсистемы печати, специфичные для пользователя, хранятся в этом файле. Или вот в этом, обратите внимание. Ну, у нас такого нет, а вот точка LP Options есть. Настройки, дополнительные настройки подсистемы печати, которые говорят вам, что в печатающийся документ надо включать все шрифты, которые он собирается печатать. А то мало ли что их не будет на том устройстве, которое их вывозит. Вот. Из таких вот понятных конфигурационных файлов, ну, например, даже не знаю, что показать. Ну, например, файл, который называется input.rc, вернее, можно сказать, он большой. это настройки редактирования командной строки во всех программах, которые используют одну конкретную библиотеку для редактирования командной строки, именно GNU ReadLine. Вот. То есть баш будет работать с этим input.rc, лес будет работать, питон будет работать при использовании ReadLine. И еще там некоторое количество программ, которые позволяют редактировать ввод с историей, с работой с редактированием строки, там, более хитром, чем просто удаление одного символа и так дальше. То есть все, которые используют именно LibreLine, управляются настройки клавиш, управляются этим самым input.rc. Вот. Довольно удобная вещь, и опять-таки для того, чтобы изменить поведение по умолчанию, надо всего лишь его доредактировать. Ну, давайте посмотрим что-нибудь такое. Что у нас тут есть? Какой-нибудь экспо... Нет? А, completion. Вот, Ctrl-I это просто tab, ну, в xlash c означает control в данном случае. Ctrl-I это всего лишь tab. Давайте что-нибудь такое напишем хитрое. Какой-нибудь... У нас есть какой-нибудь control, не знаю, там... Ctrl-T есть. А, я думаю, тут любой control есть. Ну, ладно. А, ну, и ладно, давайте поменяем его. Поменяли он на complete. Вот. По идее, теперь у нас, когда мы запустим очередную порцию, ну, например, того же Basha, вот, у нас теперь не только не только tab будет работать как completion, но и Ctrl-T. О, вот я нажал сейчас Ctrl-T, если никто не видел, вот это я нажал. Вот, то есть от редактирования этого файла изменилось поведение, изменилось поведение всех программ, которые используют функцию completion в ignored line. Вот, давайте вернем на место. TransportsChars. Это что ж такое TransportsChars? А, поменять местами, смотрите. Вот что это такое. Сейчас. Да, очень полезная штука, не знаю, для чего нужная, но очень полезная. А, ну, да, ну, по-моему, проще написать RPM по-человечески после этого, чем вспоминать эту штуку и еще два раза нажимать. Да. Настроечные файлы. На самом деле этих настроечных файлов очень много. Сейчас посмотрю, что там. Да. Настроечных файлов очень много, и синтекс у них предельно разнообразный, потому что каждый автор программы волен свои настройки своей программы хранить в каком угодном виде, ну, как ему удобнее, так он это и делает. Вот. Есть несколько более или менее стандартизованных видов конфигурационных файлов, типов. Ну, такой примерно как в Windows, помните, ини-файл, там в квадратных скобочках секция, а внутри секции что-то, двоеточие что-то, или что-то равно что-то, я уже не помню. или, например, сейчас, что-то еще есть, а что такое вот это вот? А, ну вот, пожалуйста, вот тоже типичный настроечный файл от Windows Manager FVM, откуда он здесь взялся, не знаю, видимо, я его когда-то сюда ставил. Вот. Свой собственный язык. Свой собственный язык, который, собственно, нужен для того, чтобы описать настройки этого Windows Manager. Windows Manager – это штука, которая рисует декораторы окон и позволяет ими управлять. Вот. Поскольку функции, выполняемые Windows Manager, то бишь программой, которая рисует декораторы окон и позволяет ими управлять, довольно специфические, язык задания этих самых функций тоже довольно специфический. В основном он связан с тем, чтобы задать какие-нибудь цвета, размеры и обработку событий типа нажатия на кнопку, нажатия на правую кнопку. Ну, вот это все. Что, собственно, здесь и написано. Задание цветов, обработка всяких событий. Нет, это рисование кнопок. Вот. А вот это обработка событий. При нажатии на какую кнопку, в каком месте чего делать. Ну, и так дальше. Значит, как правило, на этот счет существует документация. Как правило. Ой. А, возможно, здесь не стоит FFVM. Это, возможно, пережитки старого прошлого, той системы, в которой он стоял. Ну, бог с ним. ФFVM. Че, это машина, в которую я все переставил и не поставил заново. А, ну, ладно. Что у нас есть тогда, если этого всего нет? Ну, не знаю. Я просто хотел продемонстрировать документацию, в которой написано, как чего настраивать. сейчас. Ну, не знаю. Диа. А, Диа под каталог. Ну, хорошо. Давайте тогда, давайте тогда уже раскроем тайну поли-шинеля. Смотрите, в какой-то момент, ну, кстати, вот этот файл, между прочим, не текстовый. Вон. Видите, у него там нули какие-то вначале лежат. Еще чего-то. Он вообще не является конфигурационным файлом. Это файл с ключиками доступа к видеоподсистеме. Вот. Такими. Простецкими. Они настолько простецкие, что я не боюсь их засвечивать совсем. Вот тот пароль, который засветил, это был какой-то интересный пароль. Надо проверить, откуда он был. Вот. Так вот. Довольно быстро оказалось, что вот этих файлов начинающихся на точку их по нескольку штук для каждой программы. Ну, потому что для того же редактора Vim есть VimRC, VimInfo, а есть еще куча-куча разных файлов, которые лежали бы прямо тут, вот, если бы не следующий шаг косвенности, а давайте мы сделаем не файл с настройками, а целый каталог с настройками. Точка Vim — это целый каталог с настройками редактора Vim. И там много-много всего. Вот. Соответственно, в файл с настройками, которые просто в VimRC, кладется, ну, самое нужное, кстати, тут довольно много. нет, не очень много, вот один экран. Вот. Но, как вы видите, это самое нужное, это в основном чтение разных дополнительных файлов, которые лежат уже в каталоге .vim. Да, поскольку SORS — это SORS, поскольку формат настроечных файлов редактора Vim поддерживает команду «прочесть еще настройки оттуда-то», да, разумно будет оформить маленький конфигурационный файл в том месте, где лежат, ну, в домашнем каталоге, да, который будет читать существенно больше конфигурационные файлы из конфигурационного каталога, который... Вот. И таких таких подкаталогов тут тоже достаточно много, всякие вот это, вот это, вот это, вот это, ну, в общем, много. Тот же .dia, про который говорил Михаил, Елинс какой-нибудь. Вот. Вот, видите, значит, что такое хранится в .elings? В .elings хранятся настройки, а также, а также всякие вспомогательные файлы. Тоже, кстати, сказать текстовый. Ну, тут ничего, тут тоже ничего, они все пустые, ну, какая жалость. Ну, ладно, а мы давайте сходим куда-нибудь, links. А, он не стоит тоже, да что ж такое? Ладно. надо было прочистить, конечно, прежде чем рассказывать. А то получается, настроечных файлов много, а программ от них уже нету. Вот. Кстати сказать, это наводит нас на мысль. Вот какую. является ли файл настройки составным компонентом приложения, программы? Или нет? Мы об этом будем говорить подробнее, когда будем говорить про пакеты, а пока подумаем вот над чем. Наверное, вообще говоря, настройки программы должны состоять из двух частей. первая часть это то, ну, вернее, вторая часть это то, что пользователь сам для себя настроил, а первая часть это все настройки по умолчанию. И те настройки по умолчанию, которые мы должны, мы приносим, они должны как-то быть зашиты и являться составной частью нашего приложения. А пользовательские настройки, они уже лежат у пользователя в домашнем каталоге, и вот видите, они у меня до сих пор лежат, хотя программы уже нет. Вот. Запомним это утверждение, мы к нему еще вернемся прямо сегодня. Вот. А я покажу вам еще один вид настроечных файлов, который, как правило, выглядит очень просто. Например, вот такой. Ну, скажем... А, нет, вот еще один настроечный файл, кстати. в котором написано... В котором написано... Это файл нашего... нашего... который читает ЛС и некоторые другие программы, вот. И читает он его так. Если тип терминала вот такой, то можно раскрашивать, раскрашивать вывод, и в зависимости от типа файлов и от их расширений, их можно красить в разные цвета. вот у нас вот у нас открылась... вот у нас и открылась тайна, почему у нас при выдаче ЛС некоторые файлы зелененькие, а каталоги синенькие. Потому что здесь было написано, что выполняемые файлы вот, будут раскрашены цветом 32, то бишь зеленым. вот. Ну и так дальше, да, на самом деле вот именно это, это или... Ну да. Вот. Ну-ка. Сейчас. Герб. Я-то хотел другое показать. А тут греб колорса что ли нету? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, давайте как. О, есть. Вот. Смотрите-ка. У утилита греб тоже может раскрашивать свою выдачу. Вот. Таким образом, чтобы те шаблоны, которые она нашла, были раскрашены. Мы это в прошлый раз тоже видели. Но, в отличие от... В отличие от того же LSA, например, она этот самый конфигурационный файл каждый раз не читает. Почему? Потому что греб, вообще говоря, очень часто используется в системных сценариях, и если каждый раз при чтении, при запуске греба нужно будет еще читать один, а может быть, и несколько конфигурационных файлов, это будет довольно долго. Как нам передать текстовую, разумеется, управляющую информацию некоторую утилит? Есть еще два способа. Передать ей с помощью ключа, например, вот так, да, только почему он красный, непонятно. И второй способ устроить соответствующую переменную окружению. Вот переменное окружение, да, оно всегда лежит в окружении, и ее читать один системный вызов, это очень дешевый способ настройки, разумеется, платим мы за это тем, что у нас будет много переменных окружения в окружении. Вот. И вот утилита греб управляется как раз переменное окружение, сейчас покажу какой-нибудь, так она и называется, небось, греб колорс. Сейчас. Да греб же, шлавливые ручонки. Нет. Давайте почитаем. О, греб колорс. А, дифферегейт, это колорс, вот. З. Ну, какой-то волшебный, какой-то волшебный формат, который надо читать. А, вот тут написано, что он значит. вот. Но дело не в этом. Дело вот в чем. Мы можем таким образом настраивать разные наши, разные наши утилиты, которые используют переменное окружение, путем задания этих переменных окружений. лес. или, например, лес, да, вот эти вот цвета, да, и вот этот цвет, который я, кстати, менял где-то в начале наших лекций, они тоже заданы переменами окружения. вот они. Они называются лес термка. Каким образом мы можем превратить шельную переменную окружение, вне, процесс задания шельных переменных окружений в конфигурационный файл? Да, очень простым образом. Давайте мы их сложим в файл и прочтем его, исполним шеллом. Получается такой целый класс настроечных файлов, которые на самом деле суть шеллскрипты просто очень примитивного вида. Поскольку у нас все в Linux, любые команды в Linux исполняются шеллом, да, очень часто то, что мы принимаем за настроечный файл, это просто примитивный шеллскрипт. И в этот шеллскрипт мы можем вставлять прямо в программе куски кода на шеле, который будет что-то там умное делать, проверять, и потом, значит, в зависимости от результатов настраивать эти самые переменные окружения. Вот. Кстати сказать, у нас для этой цели есть, скажем, того же баша, я не помню, говорил я в прошлый раз или нет, когда говорил про баш, штук пять, по-моему, разных шеллскриптов, которые в разные случаи жизни запускаются. Говорил. Есть баш профайл, который запускается в случае, если мы используем логин шелл. Баш РЦ. Три. Баш РЦ, который запускается в случае, если мы запускаем интерактивный шелл. И баш логаут, по-моему, да, который запускается тогда, когда мы выходим из систем. Три. Вот в баш РЦ и в баш профайл можно вставить такие вот настройки, и они будут работать. вот. Ну, в общем, вот. О, что ли такое? Это то, чем мы записываем наши, наши силы. Очень похоже вот на то, что я сказал. Я почти уверен, что это шелл-скрипт, который просто программы скринкастер всасывает при запуске. Видите, да, переменное равно значению. Что, нету скринкастера? Да что ж такое? Что, не хватится, ничего нет? А что запущено при этом? А, просто выклон в пальцами. Ну, ладно, что поделать? Неудачно. Надо было мне, конечно, посмотреть на этот ноут. Ну, и тем не менее, да, тем не менее, если программа сама собой является шелл-скриптом, или запускалка нашего приложения является шелл-скриптом, то вполне логично этот шелл-скрипт всасывает настроечный файл, который тоже является шелл-скриптом, который состоит просто из строчек примерного назначения и дальше запускается. Обратите внимание, что когда я собирался редактировать все вот эти настроечные файлы, я не глядя запускал редактор Vim. Вот. Это не только потому, что Vim самый лучший в мире редактор и все такое. Тут, как бы, ну, есть много разных мнений, хотя я придерживаюсь того, что вот именно как редактор для размеченных текстов Vim, пожалуй, лучше. Вот. А еще и потому, что Vim действительно очень хороший редактор, когда вам надо очень быстро произвести модификацию структурированных текстов. Ибо регулярные выражения и последовательности команд, которые могут быть в Vim превращены в отдельные команды. Очень быстро. Ну, то есть, смотрите, мы берем какой-нибудь все тот же FVMRC, поскольку он все равно никому не нужен. Да? И понимаем, что вот здесь вот, ну, не знаю, везде, где написано black, мы хотим написать не black, а gray. И пишем что-нибудь такое. все. Вот с первой строчкой команда Vim с первой строчки по последнюю строчку заменить black на gray глобули, то есть, если их больше одного, то они будут в строчке заменены все вхождения black на сервину. Вот. Если мы в себе сомневаемся, мы можем в себе сомневаться, я, кстати, нажал undo, видите, если мы себе сомневаемся, мы можем здесь еще поставить букву C от слова confirm, и она нас будет спрашивать. Хотим менять? Хотим, 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 все. Вот. Как вы понимаете, поскольку это регулярное выражение и поиск замены, там может быть, ну, весьма и весьма развесистой команда, не такая простая, как эта. Вот. И именно в настроечных файлах такая вот, такая операция поменять строчки одного вида на строчки другого вида алгоритмизируемым путем. Именно в настроечных файлах это встречается, такая задача встречается сплошь и ряд. Даже когда вы пишете программу, ну, на языке программирования, это не так часто нужно. Ну, там, переименовать какую-нибудь перемену, еще что-нибудь сделать. А вот в настройках, вот хотите одну настройку поменять на другую, или закомментировать какую-то группу настроек, или, там, удалить какой-то кусок, или еще что-то. Редактор вроде Vima или вроде Header. Как раз на этот счет очень-очень удобен именно потому, что представляет собой как раз что-то вроде микропрограммирования. Мы задаем программу по редактированию текста. Даже когда мы нажимаем просто клавиши перехода в Vima, мы на самом деле как бы вводим очень короткую программу редактирования текста. Естественно, никто вам не мешает пользоваться другими текстными редакторами для редактирования файлов. Просто с успехом используются. Ну, скажем, поиск замены есть почти везде. То есть совсем везде. Но в комплекте все вместе все возможности того же Vima сильно превышают то, что может быть предоставлен нам любыми другими текстными редакторами за исключением быть может Emax есть такая здоровенная подсистема в которой есть еще редактор. Ну, то есть она рождалась как редактор за авторством нашего Столмана изначально. Написано на Лиспе. Которая тоже является очень крутым текстным редактором со своей идеологией и со всеми делами. Было бы у нас время, мы поговорили про Vima и вообще про редактирование, но в конце концов обычному пользователю можно знать, что существует такая штука, как MCedit. Вот. Оно же синенькое. И вот этот MCedit это просто обычный текстовый редактор, который поддерживает кое-какие функции. Вот там. Что? MCedit при умелой настройке и линейной умеет почти все то же самое, но гораздо другое. да, значит, MCedit, как видите, умеет раскрашивать подсветку синтаксиса, умеет форматировать, умеет поиск замены, умеет регулярные выражения, я знаю людей, которые программируют в MCedit. Вот. Он неудобнее в том смысле, что все эти команды существенно дольше вводить. Если вы админы, вам нужно быстро-быстро что-то такое перехакать, быстро-быстро поменять одно на другое, там где-то что-то переставить, быстро-быстро записать и поехало дальше, да, то Vim в этом смысле намного удобнее именно в силу того, как именно организована у него система команд. Вот. Тут Михаил вспомнил про режимы, но поскольку мы не рассказывали про Vim, это будет волшебное слово. Значит, чтобы закончить эту тему, что делать, когда у нас получается объем вот этих метаданных, объем настроечных данных уже не human-rightable, да, невозможно написать это руками. Это можно только прочитать. Вопрос интересный. Только что мы видели два способа выхода из этого положения. Способ первый. Это организовать каталог с файлами. Да, то есть сделать иерархию файлов. Нам файлосистема, в общем, для того и дана, чтобы из монолитного файла делать иерархический каталог. Способ второй. Вместо этого заводить специальный файл, в котором будут лежать данные неважно в каком виде, и специальную утилиту, которую будет извлекать из этого файла данные в текстовом виде, и причем нужного нам объема. Ну и, соответственно, записывать их обратно. То есть, фактически, делать базу данных и команд-лайн интерфейс к ней текстов. последнее, а именно мета-данные или там настроечные данные, хранящиеся в виде бинарного файла и к нему интерфейс в виде там, команд-лайна, сильно напоминают пресловутый реестр в Windows, но, как было замечено, кажется, вот Арсением, все-таки в реестре очень много вообще записей не для людей, вида там двадцатизначное шестнадцатеричное число, слэш, еще одно двадцатизначное шестнадцатеричное число, слэш, какие-то волшебные слова и равняются чему-то такому же, вот. А мы все-таки human-readable формат стараемся сохранять. У нас тут что? Какой-нибудь deconf есть? Да? Что там? List корень, да? deconf, list, корень, орг, gtk. Смотрите, нет никакого корня орг gnome.gtk. Это все один большой файл, один большой файл базы данных конфигурации всех приложений написанных на gtk кажется три, вот. Но к ним есть интерфейс называемый deconf, который позволяет представлять в текстовом виде их содержимое. Settings, FileChooser, понятно, здесь на gtk3 очень мало чего написано, вот есть FileChooser. И вот его, если я не ошибаюсь, уже эти самые настройки разные, скажем, window size. Ага, все, его надо теперь не list сказать ему, а какой-нибудь get. Нет? Read, да. О! все это лежит в недрах большого вот, в недрах вот этого файла, этот файл не обязан быть текстовым, потому что к нему ходит специальный утилит, он может быть текстовым, но он не текстовый, как видите, какой-то, вот. И мы воспользуемся вот тем самым способом, о котором мы говорили раньше, для того, чтобы залезть в такой файл, нам нужна утилита, которая превращает это в текст, утилита, который из текста обратно записывает туда. Ну, там read, бывает еще write. Можно, наверное, написать write. Update, и все такое. dump. О, можно сказать dump. Две вещи. Опс, и у нас получилось нечто похожее на конфигурационный файл. Обратите внимание. Секция, настройка. Секция, настройка, вид что-то равна и со что-то. Ну, просто он будет очень большой, да, в настоящем гноме, в третьем, или в каком-нибудь, короче говоря, если у вас много приложений написанных как ДК-3, а в случае третьего гнома они все будут написаны как ДК-3 по большому счету. Этот файл будет просто очень большой. Он будет управлять настройками всего. Вот. Сложные в одно место. На самом деле, сейчас, это уже следующая тема, нет, еще не следующая, к сожалению. Что-то я торможусь. На самом деле, даже это, даже просто банальный переход к хранению конфиг-файлов одной программы в каталоге, а не в разных файлах, в домашнем каталоге, все равно приводит к разнообразию точек файлов в домашнем каталоге. Поэтому в какой-то момент люди решили договориться, спасибо этому самому фридисктопу, кажется, чтобы конфиги лежали в каталоге .config. Их там вот опять много. Ну вот какой-то, о, это XML. Я уже говорил, что конфигурационные файлы могут быть в любом формате. XML ничуть не хуже, ну, чуть хуже в смысле чтения. Да? А вот в смысле чтения программы, так и не хуже. В смысле написания он хуже. Слишком много надо вот на эти теги убивать этих самых. В смысле чтения он дольше. В смысле чтения глазами, он дольше, там больше мусора. А чтение программы тоже дольше. Вот. А вот вам, пожалуйста, конфиг этого самого штуки под названием YAD. это штука для написания для написания диалоговых, простейших диалоговых сценариев. Ну, такой вот у него general и какие-то форматы. Вот. Короче говоря, множество конфигурационных файлов лежат в каталоге config, и дальше у него будет под конфиги, и дальше, и дальше, и дальше. Да, вот. Это что? Какой Михаль Томилин? Это о чем вообще? Не разберешь. Вот. Ну, куда-нибудь зайти. А вот вам, кстати, кстати, старая подсистема... А, тут уже ничего нету, который Gtk2, Gconf. Там было бы дерево под каталогов огромное. То есть, то же самое, та же самая база данных, но представленная в виде дерева под каталогов. Как выяснилось, это даже менее удобно. Вот. Вот так это выглядит. Смотрите. Вот. Вот вам, пожалуйста, настройки, настройки успе... Те настройки графической подсистемы XFCE, которую, собственно, мы сейчас используем, которые я успел сделать на этой машине. Ну, не так уж мало, да? Лежат они все в точке конфиг XFCE, и там дальше разные дополнительные штуки. Некоторые, видите, на XML написаны, некоторые вообще не бинарные, я так подозреваю. Вот. Кстати, давайте посмотрим. да нет, текстовый. Вот. Просто называется точкой... Некоторые, значит, ну, совсем текстовые, ну и так дальше. Раз уж пошла такая пьянка, и чтобы эту тему окончательно закрыть, если некий стандарт фридесктопный предписывает хранить настроечные файлы в каталоге .config, это, кстати, достаточно удобно, потому что освобождает домашний каталог от необходимости вот этого все держать, да? Но, к сожалению, далеко не все этому стандарту следуют. То этот же стандарт дает советы насчет того, где хранить, например, не настроечные файлы, а, скажем, временные файлы приложения, какие-нибудь кэши, какие-нибудь сгенерированные вспомогательные файлы и так дальше. Вот мы видели, что E-Links хранит у себя в каталоге .elinks какую-то историю, какие-то куки, какие-то букмарки. На самом деле ни один из этих файлов не является настроечным. Такие вещи, согласно стандарту, надо хранить в каталоге .local и в соответствующем подкаталоге. Видите? BIN, LIP и SHARI. Значит, local.bin должны храняться какие-то бинарники такие совсем-совсем локальные, ваши лично. Local.lib какие-то библиотеки, а local.shari все остальное. И вот там-то, вот там-то, ох, сколько там всего. Что там будет храниться? Десктоп-файлы там будут храниться, иконки там будут храниться, какие-то, значит, закладки. Вот XBel это явно формат закладок, я помню. Закладки там будут храниться, какие-то типы, ассоциации с типами файлов будут храниться, ваши локальные, ну и так дальше, и так дальше. Все то, что не является настройкой впрямую, да, а является каким-то руководством к действию другим программам. Вот. Так что, если бы e-links был написан не 30 лет назад, не 20, да, то он, наверное, бы хранил вот эти три файла в каталоге user.local.shari e-links, а настройки бы свои хранил в .config e-link.store. Ну и еще есть каталог кэш, а если у вас есть какие-то генераты, которые, вообще говоря, которым вы не дорожите, то есть, в которые и глядеть-то не человеку не надо, они будут храниться в каталоге .cash. и вот они вот точно не обязаны быть текстами, потому что они, ну, их создает приложение, их убивает приложение, туда ходить совершенно не надо. Так, если я заболтался, на самом деле у нас вон еще сколько всего. Ну, я постараюсь быстро. Тем более, что мы уже частично, частично кое-чего проговорили, а кое-чего нет. Давайте теперь совсем чуть-чуть, потому что потому что это все-таки больше относится к архитектуре системы, а не к нашим пользователям знаниям о ней, поговорим о том, как наша система вообще превращается в операционную систему. Смотрите, вот у нас загрузилось ядро, что происходит дальше? Дальше, как мы уже говорили, запускается процесс под названием init, который считается отцом всех остальных процессов и который по определенным правилам эти все остальные процессы запускает. Вот. Так. Да. По каким правилам и что это за запуск процессов, как он должен выглядеть? Ну, поначалу казалось, что как. Ну, вот мы написали процесс init, в нем на языке программирования c мы напишем, какие процессы запускать. ну, есть же у нас системный вызов там fork, exec, вот это все. Вот. Для тех, кто немножко разбирается в системном администрировании, это звучит совершенно дико, совершенно дико, да, это такой вот сценарий на Шелле написан. почему? Потому что довольно быстро у создателей Unix появилась Unix еще появилась совершенно очевидная идея, что поскольку у нас язык управления системой это Shell, поскольку все наши админские задачи мы решаем запуская Shell или сценарий на Шелле, то старт системы это должен быть сценарий на Шелле. Один или несколько это уже другой разговор, да? Ну потому что что такое старт системы? Это запуск некоторых программ, которые должны отработать, чтобы что-то там настроить в этой системе и запуск некоторых программ в фоне, они же называются демоны, которые должны просто работать и обеспечивать тебе разные системные службы, ну не знаю, там по систему печати например, или еще чего-нибудь. Вот. И в принципе операционную систему можно сконструировать таким образом, чтобы у нее было много-много вот этих бинарников и очень и много обмазано вокруг ник кода на Шелле, который бы эти бинарники в нужный момент запускал. Главное достоинство этой схемы она ничего не прибавляет к тому, что мы уже знаем об операционной системе, как ей пользоваться. У нас есть какие-то утилиты, да, мы почитаем по ним мануал и поймем, как их пользоваться. У нас есть какие-то системные службы, мы почитаем по ним мануал, посмотрим, как их настраивать, подкинем им подложим на правильные настроечные файлы и будем знать, как ими пользоваться. На самом деле, после этого мы будем знать, как устроены операционные системы, потому что все, что нам останется, это определить порядок запуска этих служб, ну и порядок остановок на самом деле. Так что самый древний Unix выглядит так, у них в каталоге ETC лежал большой скрипт под названием RC, не знаю, как это расшифровывается, вот, и этот Shell скрипт просто запускал все нужные программы, все, некоторые в фоне. Если вам нужно было их настроить, конфиги лежат там же в ETC, но об этом сейчас поговорим. более того, поскольку Shell предназначен для написания системных сценариев и он очень удобно взаимодействует с он заточен под запуск программ, под анализ их результатов, под передачу текстовых данных между ними и так дальше и так дальше, второе достоинство такого рода организации операционной системы стоит в том, что вы можете просто прочесть этот Shell сценарий и все понять. это просто писать, это просто читать. Программа NOSI будет выглядеть гораздо хуже в данном случае. Третье достоинство состоит в том, что вам все равно придется что-то подобное делать для вашей операционной системы, потому что все ваши программы, из которых она состоит, и демоны вот эти, и все остальное, имеют каждый свой собственный интерфейс управления. У них возможно даже конфигурационные файлы имеют различный формат, если они у них вообще есть. А уж что говорить про то, каким нужно передавать параметры, какие им нужно подсовывать переменные окружения, и так дальше, и так дальше. Может быть, некоторые нужно перед тем, как запустить что-нибудь, проверить, ну, например, чтобы запустить, ну, не знаю, мой SQL-сервер, надо для начала убедиться, что база данных консистентна. вот, да, там, и отработать некоторые, некоторые сценарии восстановления, если она не консистентна. Короче говоря, все равно запуск конкретной системной службы требует каких-то дополнительных действий, и эти действия совершенно логично написать на Shell. таким образом мы получаем достаточно хорошую схему, вот, схему немножко отложим, я просто немножко перемешал две темы, давайте мы добьем тему конфигурационных файлов, тем более, что она уже почти уже закончена. Дело вот в чем, мы в самом начале сказали, что у нашей службы или у нашей программы или у нашего приложения по-хорошему должно быть два конфигурационных файла. Общий для всех, неизменяемый, тот, который там администратор или автор, мантейнер этого пакета придумал, или upstream придумал. И личный, который пользователь сам себе настроил. Про личный мы только что говорили довольно много, ну а общий лежат в каталоге ИТЦ, на чем можно было бы тему-то и закрыть. Вот их там сколько. И это не только настройки всяких системных служб, вообще компонентов системы, вроде там логина или какой-нибудь ДХЦП или что-нибудь еще. Это также и настройки, ну например, вот FPC, это настройки, извините, компилятора Free Pascal. Кстати, его у меня тоже нет. Ой, есть. А он почему-то есть, да. О! в своем фарипаскальном в своем фарипаскальном визе. Какие-то настройки. То есть, идея состоит в том, чтобы разделить настроечные файлы на те, которые приезжают сразу готовые и те, которые пользователь редактирует сам. И без необходимости не смешивать одно с другим, потому что, видите, он большой. в LUM 284 строки, правда, это хорошо задокументированный в комментариях конфигурационный файл, но тем не менее. Вот. Такая же точно ситуация с подкаталогами. Как видите, там очень многие компоненты, им не один файл, нужно целый каталог, ну и так дальше. Вот. Что еще содержится в каталоге ETC, помимо того, что там лежат конфиг файлы всего подряд? В каталоге ETC содержится как раз профиль системы, то есть, описание тех действий и тех вещей, которые нужно проделать, чтобы система заработала, чтобы она вышла в штатный режим. По крайней мере, раньше так было. Сейчас еще один каталог к этому прибавился, поэтому по-моему уже в следующий раз. Вот. И, возможно, хотя это как раз относится к недостаткам схемы использования Shell скриптования, возможно, в каталоге ETC содержит информация, необходимая для того, чтобы перенастраивать систему по ходу. Ну, понятно, у нас там появилась сеть, исчезла сеть, воткнулось устройство, исчезло устройство. Это надо как-то обрабатывать. Действия, которые нужно делать в случае, если какое-то событие в системе возникло, со всей очевидностью должно быть где-то задокументировано. Вот. Самое правильное место каталог ETC, ну, допустим, ну, не знаю, там, Rulis.d. О. Ну, вот. Если мы увидели нечто, что про себя рассказывает, что оно сервис вакуум таблет, вот, и что оно является устройством ввода. А, нет, все интереснее. Если мы увидели, что у них в атрибутах написано вот это вот в устройстве, да, тогда мы будем говорить, что это сервис вакуум таблет, что у него, что он input и что он таблет, а также Fuj. Вот. Или что-то еще есть. Вот. Если мы видим, что в системе USB, Wendor 3F0, а продукт 517, то мы должны установить группу LP этой штуки, мы должны сказать, что это HPLG1000, там, номер такой-то, вот, и запустить некую штуку, которую, я так подозреваю, закидывают ему в мозг фирмварь. LaserJet 1000, 1005, 1010, 101018, это все безмозглые принтеры, которым фирмварь нужно загружать при включении, путем закидывания, вот, запуска специального бинарника. Компонент системы. В данном случае я не пытаюсь рассказать про устройство всей операционной системы, просто привожу пример, для чего еще служит ETC. Слушайте, вот это приходит, придется, я, видимо, рассказывать в следующий раз, потому что время наше поджима. А, нет, может и успеем. Успеем, потому что мы как раз к этому придем сейчас. Вот. В чем недостатки хранения всего и воздействия на все со стороны сценариев, записанных, положенных в ETC? Или об этом мы будем говорить в самом конце, да? Лучше в самом конце. И, тем не менее, есть одна проблема, которую никто раньше не решал, а, может быть, решать ее стоит. Смотрите, давайте-ка посмотрим, кому доступен на записи этот каталог ETC. файл. А есть ли здесь хотя бы один файл, который мы можем модифицировать? Разумеется, нет. Я уже говорил об этом очень близко к началу наших лекций, что в Linux человек без дополнительных прав вообще ничего испортить в своей системе не может. Максимум, что может сделать, это слегка накуролесить своих собственных... Удалить все свои файлы. Вот это он может. Не может. Пароль забыть может. А испортить саму операционную систему невозможно просто по определению. Мы про это уже говорили, просто потому, что доступ на запись к этим файлам, а к некоторым еще и на чтение, ему запрещен. Вот. Таким образом, на самом деле, получается, что любая модификация всей этой ерунды возможна только с правами суперпользователя. Ну, или если там используются какие-то более хитрые схемы, там, сетгидом, с чем-то еще, значит, ну, как правило, с правами суперпользователя. Видите? Возникает соответствующий вопрос, а когда мы запускаем вот эти программы, они от лица кого запускаются, с чьими правами? Ну, видимо, с правами суперпользователя. Кто, кто запустил этот скрипт стартовый, тот запускает и все службы системы. А хорошо ли это? Зачем нам, скажем, под систему печати запускать с правами суперпользователя? А если я в ней найду какой-нибудь способ запустить произвольную программу, передам ей такой постскрипт, а в этом постскрипте будет замаскирован, ну, не знаю, запуск чего-нибудь. Ну, потому что постскрипт это такой язык программирования. Интерпретатор постскрипта это очень мощная программа. Зачем? Не лучше ли запускать все эти службы со специальными правами специальных пользователей, так как это, допустим, вот, вот, смотрите, это все спецпользователи, вот отсюда и вот досюда. И дальше. Видите? Служба, не знаю, какой-нибудь почта запускается от лица пользователя PostFix, да, там, Mailman, это списка рассылки, запускается от лица пользователя Mailman, не знаю, там, под систему печати от лица, там, LP пользователя, ну, и так дальше. Хорошо, а как мы это будем контролировать? Да очень просто. У нас же есть команда SU. Значит, наш сценарий, который будет запускать соответствующую службу, будет говорить SU соответствующего пользователя, после этого что-то запускать. Остроумно? Остроумно. Дополнительную команду на нас накладывает? Накладывает. То есть, мы должны сами обеспечить это. Ну, тем не менее, это достаточно, достаточно, как бы, это, этого достаточно, да, мы можем написать при старте, пожалуйста, сделай SU, такого-то пользователя, от лица этого пользователя запусти вот эту программу. Или прям программу так написать. Когда она запускается, она бросает привилегии свои, то есть, она запускается из-под рута, она, например, открывает в нужном месте файл с журналом, после чего она сбрасывает привилегии в файл, поскольку он уже открыт, она писать может, а больше ничего делать не может. Тем не менее, это все равно заигрывание с суперпользователем. Так что, неизвестно, насколько это хорошо. Вот. Еще один недостаток использования Shell-сценариев для того, чтобы разворачивать всю систему, это, как ни странно, скорость. Казалось бы, система стартует один раз, ну, будет она стартовать там, три минуты. Подумаешь, проблема, ну, пять. Лет 20 или 30 назад, когда это было не три минуты и не пять, потому что каждая программа запускалась там по минуте, то, что между ними происходило еще несколько секунд, написанных на Shell, не волновало вообще никого. Вот. И сейчас продолжают не волновать, если только вам старт системы это такая штука, которая там в течение многих минут выводит ваш сервер в боевую эксплуатацию. Если же эта штука это оперативная перенастройка системы, ну, например, там, не знаю, реакция на вотнутую флешку, открытие крышки ноутбука, нажатие клавиши переключить русский бук то реакция на такие события должна быть очень быстрой. Ну, с точки зрения пользователя очень быстрой, конечно. Доля секунды длится. Не всегда не факт, что хорошо написанный сценарий там, который все-все предусмотрел случай, будет работать так быстро, потому что что такое сценарий? Это запуск Shell, контекст свитч, запуск нескольких утилит, несколько контекст свитч, запись чего-то файла, все это требует долей секунды, пускай тысячных, но в сумме эти тысячные доли могут превратиться в сотые, даже в десятые, даже в какой-то вот, да. И выполняется последовательно, совершенно справедливо. Но про последователь выполнения мы еще не говорим. Короче говоря, мы можем подозревать, что наличие большого количества Shell-сценариев очень часто запускаемых. Постоянно запускаем. Может привести к тому, что система будет работать недостаточно быстро. Что хуже, когда мы пишем Shell-сценарий, мы рассчитываем на то, что, хуже, но реже встречается, слава богу, мы рассчитываем на то, что наши компоненты будут обмениваться текстовой информацией. Для этого у нас есть пайпы, для этого у нас есть переменное окружение, для этого у нас есть подстановки, все. Не дай бог наши вот компоненты такие сложные, что им нужно обмениваться какими-то громадными блоками данных, сложными, которые превращают в тексте себя дороже. Мы никак не можем это дело написать со стороны Shell. Вот. Ну, да ладно. Последняя тема на сегодня, она, чуть-чуть я ее, ну, мы все равно начали на 10 минут позже, на 8. Вот мы и закончим на 8 минут позже. Давайте посмотрим как до определенных пор развивалась и где застоприлась собственно вот эта последовательность превращения ядра и утилит в запущенную работающую операционную систему. Итак, в начале был скрипт ETCRC-1. Смотрите, совершенно разумная идея. Вот у вас есть ядро, раньше вы пальцами загрузили ядро, оно загрузилось, там 5 минут грузилось, а может быть 10. Потом вы взяли пальцами запустили такую-то службу, секунду-службу, и у вас, значит, заработала Unix-система, вообще потому что вы Денис Ричи или кто-то такой, в те поры это было, когда, значит, ничего этого не нужно было. Потом, разумеется, как настоящий ленивый программист, ленивый администратор, вы придумали написать Shell-скрипт, назвали его RCE, сказали, дорогой Enid, запустись и запусти этот скрипт, пожалуйста. А я в этот скрипт впишу те команды, которые мне нужны, чтобы выполнялись при старте системы. Какой недостаток? Ну, он все больше и больше, больше и больше. Вот. В конце концов, возникла идея распилить на две части, сделать его параметризуемым и выполнять еще из него вот этот скрипт, который будет называться, условно говоря, RC-conf, в котором он будет иметь формат переменное равно значение, переменное равно значение, вот эти переменные, ну, например, IP-адрес ваших интерфейсов и название этих интерфейсов, или название хаснейм компьютера, или надо ли или не надо запускать соответствующую службу yes, no. Вы запишите в конфигурационный файл, а RC у вас запустит все эти службы с нужными параметрами и не запустит, если там написано no, просто в зависимости от того, что написано в этом конфигурационном файле. Написано, оно тоже, разумеется, на шее. Долго ли, коротко ли, штука эта росла, росла, росла и выросла. Выросла она до такой степени, что это получился такой вот неимоверный, здоровенный shell-скрипт, в котором, поскольку мы уже договорились, что в RC-confе написано надо или не надо запускать соответствующие службы, там получилось огромное количество запуска этих служб, и, собственно, RC-conf тоже получился огромный. У нас есть все возможные службы, которые мы хотим запустить, и все возможные настройки, предусмотренные стартовым сценарием. И эти все возможные настройки перечислены в RC-conf. что делать дальше? Вводить понятие умолчания. Значит, следующий акт усложнения этой схемы состоял в том, что у нас появилось два конфигурационных файла. Тот, который admin-private, это аналог нашего пользовательского конфига в домашнем каталоге, только это админский конфиг, это же старт системы. И дефолт файл, в котором написано все остальное. Значит, в дефолте написано, как она будет работать по умолчанию, а в конфигурационном файле только отличие от этого умолчания. Тут произошла флюктуация, которую надо упомянуть, но очень аккуратно, а именно в старом Unix было такое понятие уровня выполнения. У вас последовательная загрузка системы могла идти несколькими путями. Вот. Эти пути были для там однопользовательской системы, многопользовательской системы, многопользовательской системы, у которой пользователи имеют разные уровни доступа. Например, пришли по сети и залогинились так. Вот. И это были такие уровни выполнения, которые друг друга сменяли, и для каждого из которых нужно было писать свой собственный набор shell-сценариев по старту. Таким образом, у нас получается не один сценарий стартовый, а несколько. Следующий шаг это очень важный и очень остроумный шаг, который надолго сделал вот эту схему сборки операционной системы путем запуска shell-скриптов очень эффективный. Это шаг переход на схему .d. Схема .d состоит в следующем. Мы заменяем конфигурационный файл или конфигурационный сценарий каталогом, в котором лежит много таких файлов или много таких сценариев. Вот в etc таких через два раза на третий. Ну, хорошо, через три раза на четвертое. Видите их сколько? .d. В чем смысл? Смысл состоит в том, что в etc хранится файл bash-rc, который является вашим bash-rc, и bash-rc.d, который засасывается из этого файла bash-rc, просто команда . она же source. Вот эта команда, вот эта последствия означает буквально следующее. Для всех файлов, которые лежат в bash-rc.d, заканчиваются на точках если они вообще доступны на чтении. Выполнить команду . этот файл, то есть прочитать его тем же самым, той же самой копией shell, выполнить, как если бы он был здесь, такой include. Чем эта схема хороша? Почему я назвал ее очень остроумной? Она хороша сразу тремя вещами. Вещь первая. Вы пилите один большой монолит, намного существенно более существенно мелких кусочков, каждый из которых выполняет собственное предназначение. Вместо того, чтобы все складывать в одну кошелку, вы делаете много разных, причем эти разные нужны для разного. Вторая часть. Вообще говоря, вот эти вот .d файлы не обязаны принадлежать одному и тому же пакету. Вы ставите какой-нибудь, не знаю, криптопро. У этого криптопро есть какие-то конфигурационные файлы, почти наверняка это именно они там. Вот. Видите? Просто в пакт добавляются. И у вас получается по .d схеме просто маленький скриптик, который дополнительно загружается при запуске башерц, добавляя в пакт вот эту вот ерунду. Потому что, ну, без пол-литра ты не вспомнишь, как называется место, где оно стоит. Вот. Когда вы его удаляете, удаляется только этот скриптик. Очень удобно. И третье удобство следует из этого второго. Смотрите. Предположим, мы сохранили монолитную схему. Добавление и удаление вот такого куска превращалось бы в автоматическое редактирование shell скрипта. То есть от добавлятеля требовалось бы автоматически отредактировать программу на shell, чтобы она продолжала после этого работать. Вот. От удалятеля автоматически удалить какие-то куски из программы на shell, чтобы она после этого продолжала работать. Ну, вы себе можете представить уровень, так сказать, уровень безумия, который в этом случае может возникнуть. Вот. Поэтому, как только мы имеем дело с Linux, где все состоит из пакетов, где каждый пакет отвечает только за свои файлы и не может трогать чужие, мы сразу упираемся вот в такую схему. В Debianе даже придумали целый механизм, который называется runparts, который, собственно, запуском всего этого безобразия ведает на автомате. Не нужно писать вот эту строчку. Можно запускать runparts прям. Вот так вот не надо делать. Вот. в общем, это очень круто. Но это еще не все. Потому что, когда вы планируете запуск вашей системы операционной, вам бы, наверное, хотелось, чтобы эти стартовые сценарии, написанные на шеле, выполнялись в определенном порядке. В том, который вы задали. Ну, потому что сначала там настроить сеть, а потом запускать сетевые службы, а не наоборот. Таким образом, вот этот стартовый сценарий должен был быть не просто каким-то шелдскриптом, а еще иметь какое-то строгое место в очереди запуска. Вот. Интересно, у нас это сохранилось вообще? Да, еще как сохранилось. Еще как сохранилось. Ну вот. Вдобавок к этому, вы еще захотите, наверное, останавливать эти службы. Причем не в том порядке, в котором вы их запускали, а в каком-то еще. Вот. Таким образом, к задаче просто описать сценарий, который запускает службу, добавляется задача еще описать сценарий, который ее останавливает. А, например, останавливать службу не просто процесс убить, да, а послать ей какой-нибудь волшебный сигнал или передать ей через сокет что-нибудь, служба, остановись. Ну, это же зависит от того, как служба устроена. Вот. И вот в каталоге EDC ENIT.D, слово ENIT тут неспроста, потому что это им занимается как раз и нет, стали складывать вот такие сценарии, которые одновременно и стартные, и стопные. Если мы вызовем этот сценарий с параметром старт, соответствующая служба запустится, а если с параметром стоп, она остановится. Ну, давайте посмотрим. А, это надо из патрута делать. Ну, да, ну, хорошо. Что, я поменял пароль тут? Нет, не поменял. Ну, что-нибудь такое безумное, давайте запустим. SMB. Running. Вот, например, у меня сейчас запущена служба SMB, это поддержка ABM-овских, а затем микрософских протоколов по разделяемой файлу системе, sharing и аутентификации, по-моему. Там большое семейство протоколов, то есть много всего, да, да. Вот, оно называется CIFS, Common Internet File Service. Вот, как шутят в ABM-е, ни Common, ни интернет, ни файл, ни сервис, но в остальном все правильно. Вот, так вот, давайте мы остановим, скажем ему стоп, дэнс, видите слово CIFS, Common Internet File Service. Вот его нету, статус нам говорит стопит, и мы говорим старт, вот он есть, вот он, аж 4 штуки зафоркалось, и статус нам говорит ранен. Интерфейс одинаковый, у всех таких старт-стопных сценариев содержимые у всех разные, они написаны на шелле. вот давайте на него посмотрим. Так, нам пора заканчивать, сейчас. Мне, собственно, осталось сделать два глупокомысленных замечания, и на этом закончиться. Вот, вот, вот они, видите, какой-то скрипт на шеле, все разные, что-то такое, какие-то действия надо проделать, что-то такое запустить, потом, значит, проверить еще, может быть, что-нибудь. Программы на шеле все короткие. Так вот, для того, чтобы обеспечить порядок запуска и порядок останова, применяется очень простая штука, применяется, это называется вот так, RC. Во-первых, вот эти уровни выполнения, нулевой это останов, первый это однопользовательский, второй многопользовательский без сети, третий многопользовательский с сетью, пятый, по-моему, многопользовательский с сетью с графическим интерфейсом, а все остальные не знаю. Вот. Все это такой глубокий лейкс, про который говорить не хочу, но давайте шесть перезагрузка. Да. Вот. Ну, допустим, RC5. RC5. .d ls. Это было слово, это было ls, если вы не помните. О! Плохо видно, да? А сейчас мы сделаем вот так вот. Вот. Они голубые, потому что они символьные ссылки. Вот. Видите, в этом каталоге лежат те же файлы, но у них есть префикс. Префикс к и префикс с. означает, что это стартный сценарий и при входе на соответствующий уровень выполнения, просто при запуске системы с этим уровнем выполнения. Эти сценарии будут выполняться в лексикографическом порядке, определяемом вот этим префиксом. И тут уже не важно, как они назывались на самом деле, потому что это всего лишь префикс. 0,2, 0,9, там, 10, 99. Папет мастер, мастер оф папетс. Вот. А буква К означает kill, это стопные сценарии. И это запуск соответствующего сценария означает всего лишь запуск этого сценария с параметром стоп или старт. И они выполняются в другом порядке, обратите внимание. там есть еще правила перехода с уровня на уровень, если я не ошибаюсь. А может быть никто не хочет его останавливать, пускай так умрет. Вот. Ему все равно потом этот самый нит пошлет соответствующий сигнал, дескать, умри и не вставай. Вот. Это причем это всего лишь символные ссылки. Ну, не знаю, там какой-нибудь кого мы там запускали СМБ, да? Вот, видите? Это всего лишь символная ссылка на скрипт, который мы только что запускали. Просто она называется вот так, и теперь мы контролируем порядок запуска. Вот. Значит, глубокомысленные соображения, и на этом я заканчиваю. Первое глубокомысленное соображение. Все эти сценарии запускаются подряд. Когда их много, это долго. другая. Да, мы договорились о том, какой вслед за каким запускать. Но, вообще говоря, мы можем договориться о более интересных вещах. Например, о том, что они частично независимы друг от друга. сейчас я посмотрю, у нас есть. Тут нету, да? Депенс. Нету. Не буду приводить пример, во время мне уже нет. Мы можем сделать следующее. Мы можем собраться с духом и договориться о том, не как они нумеруются, а какой сценарий, от какого зависит. То есть, какую службу, перед каким надо запустить и поставить такие поля, значит, такие значащие комментарии прямо в этот shell script, сказать, depends от таких-то и requires такие-то. и потом запускать специальную утилиту, которая будет жрать эти shell скрипты, вынимать из них значащие комментарии, и эти значащие комментарии, значит, выстраивать из них дерево запуска, и потом это дерево запуска активируется в правильном порядке. Во FreeBSD используется такая система, в Gintu OpenRC использовалась такая система. То есть, мы можем и дальше развивать вот эту идею. Но, и это в последней глубокомысленной мысли на сегодня, состоит в том, что даже если мы пропишем вот эти зависимости, и у нас получится довольно аккуратный способ запускать эти штуки в параллель, у нас останется проблема многочисленных переключений контекста, которые для старта системы, ну так, мы подождем несколько лишних минут, но, не дай бог, эта штука будет происходить динамически, скажем, мы отключили какой-то сетевой интерфейс, нам нужно динамически перезапустить все сетевые службы, чтобы они поняли, что этого интерфейса больше нет. И это уже достаточно, ну вот, да, у нас все еще не решена по-человечески проблема с правами какого пользователя запускать какую службу, потому что мы делаем это от рута, и дальше мы где-то должны написать, что эти привилегии, что привилегии рута надо снимать и получать привилегии нужного пользователя. И вообще говоря, совершенно непонятно, то есть совершенно понятно, зачем в 70-е годы было придумано понятие демона. У нас есть терминал, с помощью которого мы управляем процессом, мы можем посылать сигналы с этого терминала, можно написать там Ctrl-C, вот это все, у нас есть группа процессов, и мы можем посылать сигналы сразу группе процессов, они ее все получат, потому что нам удобно управлять чем-то с терминала, но если это вообще части компонента операционной системы, то нужно от этого терминала и от группы терминалов, и от ввода, и от вывода, вообще от всего нашу службу отвязать, чтобы, не дай бог, там есть сигнал не пришел какой-нибудь, чтобы она не зависела по ресурсам ни от чего, то есть выполнить некую демонизацию, такой double fork, fork, отвязывание от всех, от процесса группы, отвязывание от терминала, еще один fork, и вот только тогда демон становится настоящим демоном. Внимание, вопрос, если их все равно так много, зачем в каждой из них вот это имплементить? Там возникают еще интересные вопросы, да, например, если мы запускаем сетевую службу, которая читает из сокета, пишет в сокет, а больше ей ничего не нужно, нужно только, чтобы сокет был открыт, протокол текстовый, зачем нам ее реализовать таким образом, что она сама будет открывать этот сокет. Может, ей этот сокет открыть и ее туда наставить. Короче говоря, задача развертывания и функционирования операционной системы вот этой схемы с шельными скриптами и точка D решается на 5, на твердую пятерку, если это статическое развертывание, почти на 5, если там возникает необходимость запуска и перезапуска довольно часто наших служб, и в общем достаточно плохо решается, если у нас идет достаточно быстрая разработка новых служб, если вот эти новые службы не предназначены для того, чтобы вычитывать до посинения их код на предмет безопасности, если мы хотим упростить написание таких служб, короче говоря, если у нас идет быстрый девелопмент, а не годами, как это было в старых Linux, в старых Unix, то получившееся окружение таким способом запускается не очень хорошо, и к тому же, если это происходит очень часто, оно еще и медленно, вот, так что нужен какой-то принципиальный иной подход к этому делу, о котором мы как раз поговорим в следующий раз, все, я выжрал лишние больше 10 минут, но зато я успел все сказать, если есть вопросы, задавайте, если нет, то все уже устали, хорошо, тогда до следующего раза, да, конечно, вопрос, еще не все устали, если ты сам себе злобный противник и поставил циклическую зависимость, то есть, для запуска одной службы тебе нужно разобрать. Смотрите, если у вас используется какая бы то ни было схема, которая, вот это дерево строит статически, ну, например, RC War FreeBSD-шный или OpenRC Гентушный, то она сначала построит вот это дерево зависимости и просто вам скажет, не делай так. И дальше возможны разные варианты, ну, например, она просто не запустит вот эту всю подветку и вы окажетесь в том месте, вам это не запустится, или у вас вы становитесь, вам последующая загрузка система остановится в определенном месте со словами, а вот тут вот у вас циклическая зависимость, чините, зайдите RUTOM и починить. Вот. Если это построение дерева динамическое, что тоже бывает, тогда вариант только один, да, это дело обнаружить и в этот момент сказать, я больше не хочу работать, вот вам логин, заходите RUTOM чиниться. У вас. Было из-за всех времена, все, я включаю. Копия старого файла и была специальная система загрузки, чтобы загрузиться в копии старого файла. Что-то такое, вот, такой бревжет на дне моего сознания. Это и визитившем вам. Да. Это санитра церкви. Да, если вы его испохабили, там есть старый, можно было прямо загрузить иниц со старым конфигурационным файлом. Но тут идея такая, да, если есть статический анализ дерева, это вообще не проблема, вас предупредят сразу. А в каких системах есть? Ну вот, OpenRC, RCWAR, FreeBSD, то есть, в системах, которые основаны вот на этой штуке. Анализ статический, и это не очень хорошо, на самом деле. потому что... Статический в момент сохранения. В момент сохранения, да, он делается в момент сохранения, но он также делается в момент старта. То есть, он заглатывает все эти скрипты, строит из них дерево и дальше принимает решение, какой заканчивается. Скрипты, ты будешь вообще убедить? разоружиться, да. Еще один вопрос по поводу этих вот стартскриптов, там и идентификаторы двузначные. Это только системные идентификаторы или пользователь тоже что-то может добавить? Нет, туда не может. Туда не может. Это, да, значит, смотрите, это был разговор, я, каюсь, нечетко определил переход от одной темы к другой. Это был разговор, такой очень-очень сокращенный разговор о том, как запускается операционная система. Пользователь туда вставлять ничего не можно, кстати, в отличие от System B, в котором есть пользовательские, пользовательские, ну, в следующий раз про это поговорим. Все, а то уже и так много времени.